В администрации региона решили облегчить жизнь беременным женщинам из отдаленных населенных пунктов округа. Для этого разработан законопроект, который дает им право бесплатного проезда на воздушном транспорте в Нарьинмар для прохождения обязательных дородовых обследований. Стоит сразу отметить, что такая мироподдержка существует и сегодня, но несколько в другом виде. Беременные женщины из сельской местности приезжают на обследование за свой счет, и только спустя какое-то время им возвращаются деньги. Сегодня такую неудобную форму сменят гарантийные письма. Изменения в действующий закон внесут на основание обращения Неницкой окружной больницы. Кому как не врачам знать, насколько важно своевременное обследование для здоровья беременной женщины и ее будущего ребенка. В соответствии с действующим законодательством, они должны трижды за время беременности пройти скрининговое обследование, подтвержденные скрининговые сроки, ну а также прибыть на родоразрешение в окружную больницу. Получается так, что в течение года календарного, а точнее девяти месяцев, женщина должна четырежды провести затраты, связанные с перелетом. Очень часто не хватает времени, того периода времени, что между скрининговыми сроками, чтобы она получила деньги за фактически понесенные предыдущие расходы. Таким образом, женщины, не имея финансовой возможности приобрести авиабилеты, попросту пропускают важное обследование. Изменения, которые администрация региона вносит в действующий закон, облегчат жизнь будущим мамам. Жительницы сел не имеют возможности приехать на подготовительные, так скажем, мероприятия. И получается, что только после авиации мы вывозим уже непосредственно на роды. Поэтому этот данный вопрос и жители поднимают периодически, особенно наше сельско-населенное место. Сейчас мы эту проблему данными изменениями решаем. Изменения предусматривают введение системы выдачи гарантийных писем. Документ будет выдавать беременной женщине медицинское учреждение, расположенное в сельском населенном пункте. Будут проведены конкурсные процедуры, определена организация перевозчик. Потом медицинская организация будет выдавать гарантийное письмо. С этим письмом женщина будет обращаться непосредственно в организацию перевозчик, будет получать билет бесплатный. По мнению специалистов, такая мера поддержки положительным образом скажется на посещаемости сельскими жительницами дородовых скринингов, профилактических осмотров, от которых очень часто зависит здоровье матерей и их детей. Документ одобрили на заседании администрации. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение окружных парламентариев. Предполагается, что эта норма закона начнет действовать с 1 января 2017 года.